Ставься на голосование. Кто за то, чтобы принять поездку сегодняшнего заседания, по разному, про механизм, пошел голосовать. Кто за? Не на глаз. Переходим к рассмотрению первого вопроса. Уважаемые коллеги, у нас приглашены представители инициативной группы. В зале присутствует Михаил Сергей Сергеевич. И Рудаков Алексей. Вот он. Уважаемые коллеги, в Московской городской избирательной комиссии поступил комплект документов по инициативе референтума города Москвы. С этим комплектом документов обратилось отделение политической партии в городе Москве и партии народных свободных Парнас. начали протокол заседания руководящего органа Регионального отделения политической партии и заверенные коди документов о регистрации Регионального отделения политической партии. На мой взгляд, здесь при оформлении документов при выдвижении этой инициативы Регионального отделения партии нарушил ряд положений закона города Москвы о референтуме в городе Москве. Я просто на всякий случай напоминаю, что порядок таков, что в начале партии или любой другой инициативе референтума обращается в Московский фонд. Далее в наши обязанности входит проверить соответствие документов, соответствие порядка движения. И если документы не соответствуют реперентному закону, мы обязаны оказать регистрации инициативных групп по проведению референтума города Москвы. Так вот, в чем здесь несоответствие с законом? Ну, во-первых, в соответствии с рядом положений ст. 9, где был закон о городе Москвы, в ходатайстве должно быть выражено решение о подвижении инициативы по проведению референтума. Значит, что здесь присутствует в ходатайстве? Вот я прям засловно поцитирую, да, выдвинуть региональному отделению партии в Москве, выступающим как избирательное объединение инициативу проведения референтума города Москвы. Ну, хорошо, значит, пускай тогда, наверное, региональное отделение партии выдвигает эту инициативу. Что это то есть? Здесь любой лингвист посмотрит, что есть некое поручение регионального отделения партии, а не само решение о выдвижении инициативы. И второе, несоответствие требований закона. Ну, вот, значит, что требует та же самая 9-я статья закона города Москвы референтума. В ходатайстве о регистрации инициативной группы, это в том случае, если инициативно выступает инициативное отделение политической партии, должны быть данные, сведения определенного набора обо всех членов, как бы, руководящих органов партии, региональное отделение, да, которые поддержали принятие этого решения, а также должны быть их подписи, которые должны быть материальным ставим. Что наблюдаем здесь? Вот и докладательства на первом количестве рисков, дальше идут отдельные листочки, где есть некие сведения о гражданах, их подписи, прилагаются они отдельно на каждого человека, вот, в частности, на 6 человек. Они пришиты, дальше удостоверяют это все, прошивают исполняющие обязанности на тальце, справедливые комитеты, да, справедливые даты, и пишут, прошивают и формированные на статях 200. После этого, через 5 дней, появляется еще два листочка дополнительных, со сведениями о еще двух гражданах, их подписи, и дальше уже не исполняющие обязанности, а сам нотариус, желаемых, вот, к этому набору сведений, и пишут, прошивают и формированные на статях 200. Из-за этого я делаю вывод о том, что, по-первых, документ не представляет собой единое ценное, как того требует закон, в нем отсутствуют сведения, которые требуются в соответствии с законом, о чем я говорил, и отсутствуют подписи, не подписаны всеми членами инициативной группы. А вот совершенно непонятно, что, собственно говоря, люди подписывали. Это является самостоятельным основанием для отказа регистрации инициативной группы. Более того, все мы прекрасно помним, как совсем недавно, 29 апреля, были расположены документы с подобным ходатайством от другой политической партии, и там были ровно те же ошибки. Слово, слово. Для меня это, конечно, невидимо. Партии разные, ошибки одинаковые, но тем не менее, 29 апреля мы с вами, уважаемые коллеги, приняли решение о подказе регистрации инициативной группы. Не для другого регионального отделения, не для другого партии, именно по этим основаниям. В этой связи, естественно, помимо того, что основания для отказа, естественно, есть, мы обязаны тем не менее, на такое решение, мы также обязаны обеспечить равноправление участников избирательного регионального процесса. Если в отношении одного, одной инициативы принято решение, то в отношении другой инициативы с теми же самыми нарушениями должно быть принято то же самое, что поддержать данные правила. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. У членов комиссии есть вопросы, у Дмитрия Алексеевича? У членов комиссии есть, и желательно. Да, пожалуйста, я не знаю. Еще раз, а можно озвучить решение о подвержении в социальном день референдуме и решение о подвержении в социальном день референдуме и передаваться. Сейчас я прям процитирую. Вот дословно, в ходатайстве, есть второй пункт, прямо вот читаю. «Выдвинуть региональному отделению партии в Москве, выступающим как избирательное объединение, инициативу проведения референдума города Москвы. И добро бы это было, в самом ходатайстве, в протоколе заседания про, значит, их руководящего органа точно такая же формулировка, абсолютно. То есть это, по сути, делание решения, движение инициативы, поручение окидания в отдельной партии выдвинуть первую инициативу». Так, пожалуйста, еще вопрос. Членов комиссии не готовы? Не только вас внутри разу уже с теми, что вы не дадёте. «Инициатива, они не имеют в виду, что вы не дадёте. Так, пожалуйста, мне бы. Ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы документы готовились, и люди читали закон, и применяли, конечно, коммунировки, которые указаны в законе, претендуют на такое грандиозное мероприятие. становится непонятна такая убёртость идти своим каким-то путём. Но я по поводу формулировки вопроса. Хотя вещи такие вкусовые можно по-разному сработать. Я обращаю внимание ещё раз, что форма никогда, если бы закона никак не предусмотрена. И вторая позиция. Ну, я здесь, наверное, соглашусь всё-таки, что такой оценочный, явно оценочный критерий, конечно, мы применяем. Но есть закон, и здесь я, наверное, соглашусь ещё раз, что прогулировки надо применять, исходя из требований закона. Что касается части нотариального удостоверения, какой-то есть такой вот сложилась не совсем понятная ситуация. Есть нотариат с его правилами удостоверения документов, которые документы удостоверены нотариусом в том виде, как он есть, пока он не признан судом, не действительно вообще-то имеет право на существование. Правила нотариального дела производства позволяют так оформлять документы. Это исключение, например, составляет требование в законе о подписании договора, где написано, что договор подписывается одновременно в присутствии нотариуса, в присутствии всех сторон, и в коем случае не может подписываться в разное время. К определенным документам есть такие требования, еще раз которые говорят о том, что этот документ подписывается одновременно и в присутствии всех. Одновременно. применительно такого нотариального действия как свидетельствование подлинности подписи на документе по нотариальному опять же делу производства, люди с этим документом могут действительно обращаться в разное время и, что называется, просто присоединяться до бесконечности. И это никак не противоречит правилам еще раз совершения нотариального действия. Поэтому я считаю, что в связи с тем, что в законе буквально звучит, что подписи должны быть нотариально удостоверены, а они все-таки нотариально удостоверены, я считаю, что этот аргумент все-таки в пользу заявителей, что они выполнили требования закона о нотариальном удостоверении подписи. Но с учетом двух позиций я, наверное, как-то воздержусь от голосования. Даже такую неорганизованность все-таки неорганизованность в начале я просто уже не ползу. Членов комиссии еще кто-то хотел бы сказать? Ориенциативный группой, пожалуйста. Я приду и подпад. Да, значит, смотрите, я, может быть, Людмилу Владимировну сумею переубедить, вот господин Реут, он немножко лукавит. Он забыл добавить, что буквально над тем, что он назвал поручением, было написано «решили двоеточие». Есть там такое в документе? Решили выдвинуть, выступить, сформулировать вопросы и назначить уполномоченных. Таким образом, действительно, это просто какой-то вкусовая, не знаю, придирки к вкусовому характера. Вот. Почему мы не исправили? Конечно, мы можем это исправить, мы не исправили, потому что на момент 29 апреля уже у нас повторное ходатайство уже было удостоверено у нотариуса, ну, как бы поздно было исправлять. Мы удовлетворим, так сказать, при третьей подаче ваше замечание. Если 9 июня рабочая группа Центральной избирательной комиссии не встанет на нашу сторону, нас заверили, что 9 июня будут рассмотрены наши жалобы и по зеленым, и по моей партии, по Парнасу. Ну, еще один момент. В отличие от предыдущей подачи мы восприняли вот это опять-таки сомнительное замечание о том, что это якобы отдельные документы там, шитые вместе. И поэтому на каждой странице ходатайства теперь есть колонтиту. И на колонтиту написано, что это ходатайство о ходатайстве инициативной группы референдума города Москвы. То есть люди подписывали не какие-то разрозненные листочки, а листы с номерами, ну, и вот, соответственно, с 5 по, если я правильно помню, по 10, там с 11 по 12, там на каждом листочке сверху написано, что это лист такое-то ходатайство о регистрации инициативной группы референдума города Москвы. В связи с этим, я полагаю, что уже речь идет, ну, не знаю, политическом, наверное. Я все-таки еще раз к вам обращаюсь, но это не ваше немножко, вот, делать такие политические решения принимать. Референдумы по всей России, так сказать, хоронят единоросское большинство в законодательных собраниях. Вот отдайте им, зачем вы руки мыраете этим делом? Пусть в 23 депутата от Единой России в Московской городской думе, так сказать, свою не очень хорошую работу сделают. Вам-то зачем? Я думаю, что нужно поддержать в этот раз. Мы в любом случае этого добьемся, у нас большой опыт. Спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста. на первой странице написано, ну, простите, какой группа. В законе, если буквально она называется не инициативная группа, а группа. Я спрашиваю, есть вопросы. Ну, медномерация страницы есть, ну, что вот так? Придраться при желании может к чему угодно же. Извините, пожалуйста. Можно я тогда добавлю. Здесь дело не придраться, мы говорим о серьезном документе, мы говорим о серьезном освещении. Людмила Владимировна, она вас концептуально полностью поддержала, но при всем при том, мы говорим о том, что в прошлый раз объясняли, но все-таки референдум это очень серьезный не очень вменяемо отнеслись, нам не понравилось. Я думаю, что русский язык позволяет более четко сформулировать, чтобы не было двойного какого-то понимания. Поэтому я опять же в данном случае очень трепетно отношусь к каждой букве в документе и считаю, что можно привести документ к такому виду, что ни у кого из присутствующих не возникало никаких замечаний. Ну, хорошо, хорошо. Если ЦИК вас не поправит, то приведем. Так. Скорее, еще, если члены посолской расхода в связи, в связи, переходим к голосованию. Кто вы за принятие решения о подказе в администрации инициативной группы в проведении векерендума в городе Масу? Прошу голосовать. Против? Не держался? Ну, ладно. Вам спасибо. Решение принято. Спасибо. Не возможно, спасибо. Да, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok